Всем привет! Вы на канале Польза.нет и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Сейчас вход я пишу на этот ролик, как раз на аппарат, который мы обозреваем Realme Master Edition. Realme Master Explorer Edition мы уже обозревали. Вход я уже записывал. Это дубль 2. Снимает меня мой сын, 8 лет, Нил. За что ему спасибо и вы можете примерно представить, как здесь отрабатывает стабилизация. Ночных съемок, дневных съемок в ролике будет море. Это раз. Два. Десятиминг здесь шит, но по мне не идеально отрабатывает. Ночная съемка здесь печаль. Ее примеры вы увидите в самом конце, когда я пытался записать как раз вход на этот девайс. Игры чуть лучше среднего. Внутренняя память быстрая, но не последняя. Оперативка четвертая. И по большому счету девайс-то средненький, с одной стороны. С другой стороны он хорошо выглядит, очень удобен в руке. У него есть вход под миниджек, чтобы вы могли подключить проводные наушники. С другой стороны у него нет выделенного ЦАПа. У него довольно мощный процессор, с другой стороны у него не самая быстрая внутренняя память и расширить ее нельзя. И вот весь он создан из таких противоречий. Так что смотрим. На основном канале обязательно будет краткий обзор на этот девайс. Сравнение Realme Master Edition и Realme Master Explorer Edition было уже на канале для стримов. И еще раз всем привет. И как говорится, от сложного к простому. На обзоре уже был у меня, как вы помните, Realme Master Edition Explorer. GT, разумеется. Сейчас у меня Realme GT Master Edition. Притом глобальная версия. Покупал я на Али. По-моему, в районе 24 тысяч рублей. Плюс-минус. Вроде бы была распродажа. Разумеется, платил я, к сожалению, таможенный налог. Хотя его можно обойти, попросить продавца. Но, возможно, вам не повезет. Я это делать не советую. Может быть, таможене все узнает и аппарат вернут продавцу. И тогда вы не получите ничего. К чему бы я хотел вас привести? В первую очередь, не стоит ожидать от аппарата чего-то супер-мега-крутого. В первую очередь, у него в голобалке, разумеется, идет чертова туча молекулатуры. Разумеется, идут всякие наклейки. Распаковку вы обязательно увидите на канале. В перспективе на основном канале у меня будет краткий обзор, как всегда. Обзор сравнения Realme Master Edition и Explorer. Повторяюсь, уже у меня было. Внутри идет также блок зарядки на 65 Вт. В среднем с нуля до сотки за 33 минуты аппарат заряжается у меня. Иногда за 32 минуты, иногда за 35. Поэтому будем брать что-то странное среднее. Ничего супер-фееричного, кроме чехла, в комплекте не идет. Чехол по большому счету не нужен. Почему? Потому что это у нас эко-кожа. Ну, точнее, не это эко-кожа. Эко-кожа у нас здесь. А чехол у нас очень похож на эко-кожа внешне. Единственное, конечно, аппарат становится толще. По внутрянке я уже вам рассказал раза три, что я здесь миниджек и кнопки не имеют люфт. Единственная глянцевая поверхность. Но я уверен, что со временем вы при любом раскладе будете носить данный аппарат в чехлах. Скорее всего, не в штатном. Хотя он неплохой, но он не вечный. А в чем-то другом. Это два. Быстро пробежимся по весу и размерам. Вес 183 грамма без чехла. Размеры вы сейчас увидите. Высоту он у нас 158 миллиметров. Ширину без кнопок 73. С кнопками измерять не буду. В толщину без кнопок в самой широкой части. Опять же, это эко-кожа. Здесь он будет у нас толще, чем обычный смарт. 9 почти миллиметров. С камерами целых почти 10 миллиметров. 9,9. В чем особенность здесь еще, помимо толщины, что эко-кожа? В том, что аппарат вместе с камерами будет толщиной точно таким же. Может быть, он единственным будет чуть-чуть легче. И Gorilla Glass пятой версии здесь. В варианте, по-моему, со стеклом. Задней крышкой тоже будет Gorilla Glass вроде бы пятой версии. Но, опять же, у меня на руках ее нет. Поэтому утверждать я не буду. Внутри здесь максимум можно поместить две симки. Лоток как раз не прорезиненный. Прорезиненный у Master Explorer Edition. Здесь у нас лоток без резинки. То есть, даже намека на влагозащиту нет. Звук здесь, к сожалению, не стерео, а только моно. По защитной пленке она ужасно покрывается чертовой тучей царапин в первые же дни. И буквально через неделю ее нужно будет заменять либо на стекло, либо еще на что-то. По датчику отпечатков пальцев я уже показывал на стриме, что он работает лично у меня не супер. Возможно, у меня, как всегда, какие-то не такие пальцы. Возможно, как-то нужно 10 тысяч раз завести еще раз свой палец сюда. Но вот так. На стриме, кстати, лучше он намного реагировал на отпечаток. Здесь вы видите, каким образом он реагирует. Уверен, что это исключительно моя проблема. Если 30 раз его завести, 20 перегрузить, все будет хорошо. Но миссия это не в этом. Правильно, я же тестирую телефоны из разряда из коробки. Можно добивать оперативную память, расширяя до 5 гигабайт за счет внутренней памяти. Смысла вижу мало. У меня вариант, видите, на 6 гигабайт. Из внутрянки, на что бы хотелось обратить внимание, когда вы заходите в меню лаборатории, здесь есть диссидиминг, есть плавная прокрутка и капсула сна. И по поводу диссидиминга хочу я сказать одно. Вы сейчас увидите его результаты. Суперскими значения однозначно не назвать. Сейчас разверну. 5 секунд. 4% но на 100%. На 50% яркости. Ого-го, сколько? 49. Ну, не на 50, на 45. И в нуле минимально 10. Давайте самое распространенное у нас вечернее, где-то 20. И получаем шим в 39 единиц. Это немного, но если вы чувствительны, вы очень даже это почувствуете. Если отключить эту функцию, шим будет безумным. Поэтому я не советую этого делать. Есть сравнение с эксплойером по шиму. Вы очень сильно удивитесь, когда увидите его. По автономности. В PC марке, если смотреть автономность и тестировать данный девайс, как я все тестирую, получается у нас примерно около 7 часов 41 минуты. Это 20% заряда батареи еще остается после прогона. Соответственно, получается где-то около 9 часов к ряду. Если вы будете смотреть просто YouTube на автояркости в помещении через Wi-Fi, вам хватит на часов 13. Кому-то хватает на 14, кому-то на 12. Этого, в принципе, более чем достаточно. В 3D марке результаты довольно скромные. Я не скажу, что слинкшот и слинк экстримшот для меня привычны со значениями. Обычно здесь написано максимум. В тех девайсах, которые я тестирую, если это не эконом-класс. В целом, для всего, что там внутри, неплохо. Данные в Antutu на 200 тысяч единиц меньше, чем у Realme Master GT Explorer Edition. И вот все, что он выдал со своими 6 гигабайтами оперативной памяти. Оперативная память здесь LPDDR4X. Внутренняя память здесь UFS 2.2. И это не 3.1, как стоит в Explorer, к сожалению. Что-что. А 45-минутный стресс-тест данный девайс прошел просто великолепно. Как вы видите, выше 40 практически температура не поднималась. И это, внимание, 45 минут. То есть девайс реально 45 минут. Мучили по спекам, которые здесь видят великолепное Antutu. На что именно? На Snapdragon 778G, который поддерживает 5G-сети, которые нам не нужны. Модуль отрисовки 642L не такой суперский. Разрешение 1080 на 2400. Притом экран у нас здесь 120 Гц, и тач 360 Гц. Максимум дает 1000 нет яркости. Пиковый, опять же, размер экрана 6,43 дюйма. С плотностью пикселей 409 ppi. 20 к 9 соотношение сторон, разумеется. По процессору уже сказал. По модуле отрисовки тоже. Память здесь либо на 256, либо на 128 внутренняя. И она либо на 8 ГБ, либо на 6. Опять же, в глобальной версии. Основной модуль камеры здесь на 64 Мегапикселя. И несмотря на то, что все спеки, разумеется, можно посмотреть в интернете, логично, что лучше посмотреть, каким образом программы, и что здесь у нас они показывают. Стаб видео здесь только цифровой. Оптического здесь нет. Здесь нет, как я уже говорил, зума у камеры. Но это не критично. Из критичного, наверное, практически ничего и нет. Потому что бенды здесь 20 есть, 7 есть, 3 есть для 4G. 5G нам нет необходимости никаким образом тестировать. Потому что у меня, допустим, в Петербурге практически никакие аппараты его не поддерживают. Основной сенсор здесь Sony IMX615. Не сказал бы, что он суперски справляется вечером. К сожалению, суперски вечером по мне он не справился. Вы в конце ролика увидите пример того, как я пытался на него записать вход. Вот микрофоны здесь ничего. Микро, опять же, конечно же, писал на него. Bluetooth здесь версии 5.2. Поддержка GPS, GLONASS, GALILEO, BLUE DIO. NFC, разумеется, здесь рабочий. И Google Pay здесь, разумеется, поддерживается. Напоминаю, что телефон Global, либо 6, либо 8 гектар оперативы внутренние. У меня на 6 ГБ. Можно было бы купить на 8, но смысла я не вижу. А по поводу внутренней памяти, которая здесь UFS 2.2. Она здесь не такая, как хотелось бы, чтобы она была. Вы результаты видите. Если сравнить данные результаты с тем, что показывает Realme Explorer Edition, ну это грусть-печаль меня съедает. В целом аппарат за свои деньги неплох по скорости. А вот если брать результаты Geekbench, то в сингл-коре и в мульти-коре он не так и сильно отстает от Explorer, при том в мульти-коре он его еще и обгоняет. Посмотрите, в целом девайс ничего так справился. Тест на искусственный интеллект он у меня упорно не хотел проходить. Во всяком случае, во время сравнений. Сейчас, как вы видите, он, по-моему, тоже завис. Это уже, наверное, раз в 10-е я пытаюсь. Подождал 10 минут, что и требовалось доказать. Аппарат, к сожалению, завис. Еще из интересного здесь наличие подбородка довольно приличного, как и в Explorer, в принципе. По видео основной камере в стоке здесь можно снимать 4К 30 фпс. Все примеры будут в ней. По фронталке максимум 1080p, к сожалению. Итого, в дополнение, хочется отметить, что здесь вибролинейная, довольно приятная. Но по мне здесь какое-то другое вибро, либо мне просто так кажется относительно того же Explorer Edition. По поводу настройки вибро интенсивность, разумеется, здесь можно менять. Если брать и рассказывать про экран, напоминаю, что здесь у нас 120 Гц. DC Dimming я уже показывал. Выбор либо 120, либо 60, либо автовыбор. По поводу настройки всего и вся, я думаю, хватает обзоров. Realme, в принципе, плюс-минус одинаковые везде прошивки. По звучанию есть технология Real Sound, но это, если честно, все припарка для трупа, потому что стерео в аппарате за такие деньги, отсутствие стерео. Это, конечно, фейл. В игре играть комфортно и приятно. В кратком обзоре расскажу данные, которые получил по фпс-кам везде. World of Tanks 60. В принципе, здесь все залочено под 60, но 60 World of Tanks на средних настройках тянет без проблем. Хотя, в принципе, танки тянет даже аппарат за 8000 от того же Realme. Кому нужно спеки и заиды, сейчас вам покажу. Просто вдруг большинству, конечно, это не особо важно, потому что очень часто программы, к сожалению, показывают разные данные. И по поводу сетей, и по поводу отображения, допустим, той же плотности пикселей. Плюс-минус все близко. Напоминаю, что частота обновления, хотя здесь 120 Гц, Touch здесь 360, в отличие от того же Explorer. Там за 400. Смотрите, кому интересно. Что здесь еще веселого? Системные файлы, программы и батареи, как вы прекрасно знаете, на 4300 мАч заряжаются за 35 минут на 100%. Результаты троттлинг-теста 100 потоков, минимально 240 гипсов, максимум 341 и средний 302 на 100 потоках при 30 минутах. Обычно, обычно получается все намного лучше. Я не знаю, в чем здесь была причина, но вот так, к сожалению. Гоняю на 20-15 минут. Вот так примерно у вас будет разогреваться телефон. Максимум 48 градусов. Посмотрим, что у модуля камеры происходит. 46, 45, ну более чем лояльно по мне. 46. Не сильно он греется. Опять же, все благодаря процессору. Если разглядывать телефон вблизи, никаких изъянов лично я не заметил. Все максимально аккуратно собрано. Люфт у кнопок, можно сказать, отсутствует, если не минимальный. Инфракрасного датчика, повторяюсь, нет. Да, и то, что здесь миниджек, учитывая, что у нас отсутствует выделенный чип, это не особо и важно. Так, вот очередной тест на холодную Realme Master Edition. Очередной для него это первый. Вы видите, что я только-только включаю приложение, которое по какой-то причине не захотело запускаться. Вот сейчас мы будем ждать, как он на холодную будет искать спутники. 25 метров, 27. Еще 20 секунд нет, поэтому 20 секунд уже 7 метров точность. 5 метров. И учитывая, что это куалкомовский чип, даже учитывая, что сейчас, хотя и пасмурно, но не сильно, мне кажется, что вряд ли точность будет больше 3 метров. Но опять же, как всегда, мы можем подождать эти полторы минуты. Единственное, что бы я хотел отметить, 4 метра, 3 метра уже было. С автояркостью здесь не беда. Вы видите, что, допустим, я включу, и на солнце все видно великолепно. Хотя солнце особо не яркое, но все равно. 5 метров в районе между зданий. Проще говоря, в лучшем случае мы будем иметь 3 метра. До метра очень сильно вряд ли это все дело будет точным. Уже минута прошла. Если что-то изменится, в ролике скажу, но я очень сильно сомневаюсь, к сожалению. И вот он, долгожданный тест работы фронтальной камеры у Realme Master Edition. Не Realme Master Explorer Edition, обзор на который уже есть на канале. Вот он у меня в руках. Он есть тоже серенький, у меня беленький. И стоит он как минимум на 50% дороже, чем тот аппарат, про который вы сейчас смотрите. Как вы видите, снимает фронталка максимум в 1080p. И сказать, что она плохо снимает, учитывая, что снимаю я, как всегда, ночью, как всегда, в Мурино. Да, ищу на пятую точку приключений. Пока, как вы видите, не нашел. Обзор уже еще выходит. И к чему это еще раз? К тому, что камера снимает неплохо. Rolling Shutter мы сейчас проверим. Сложности с этим никакой нет. Вроде бы Rolling Shutter нет. Но опять же, нужно будет смотреть еще на большом экране. Вам будет заметнее. Здесь освещение вроде ничего. В стандартных местах, где освещение еще хуже, я обязательно сниму. Но на экране картинка как-то подозрительно позитивна. Позитивнее даже, чем это. Хотя, напоминаю, что здесь основная камера прямо неплохо отработала в итоге. Но были проблемы ночью первое время. Потом они куда-то пропали, непонятно почему. Основная камера Realme Master Edition. Еще раз напоминаю, не Explorer, не вот этот телефон. И Мурина ночь. 4К 30 фпс это максимум, к сожалению. Очень сильно меня порадовал здесь ночной режим фото. Потому что даже в движении машины, которые вы сейчас видите, двигаются сейчас мне навстречу. Наверное, на скорости где-то около 60 км в час снимались более чем прилично. Понятно, зум здесь максимум х10 бесполезный. Даже если стоять, это лютое мыло. Ночью зум нечего использовать. Да, в принципе, как и днем. Что по стабилизации вы сейчас видите? Стаб по мне, учитывая, что я несу в одной руке телефон, в другой руке другой телефон. Ну, очень даже неплохо. С автофокусом здесь, конечно, не фонтан. Но мы сейчас проверим это все дело на великолепном столбе. Столбу в столбе. И раз. Два. Даже быстро как-то. В общем, раз на раз не приходится. В основном быстро, конечно. Перефокусировка происходит. Учитывая процессор, неудивительно, неплохо, скажем так. В целом, в целом снимает она не намного хуже. Я бы даже сказал, какими-то моментами лучше, чем на этот Master Explorer Edition. Но вопрос дня остается, что мы увидим на большом экране. Всегда вопрос дня. Потому что то, что я вижу на экране телефона, очень часто не соответствует. Если будет интересно, обязательно сделаю сравнение. И камеры, и всего остального. Напишите в комментариях, кому это важно. И вот это максимально стандартное бульвар Менделеева и выход к метро. Место для примера съемки фронтальной камеры. Здесь у нас, как всегда, освещено все отлично. Что по освещению, в принципе. Вы сейчас видите, кому лень смотреть прошлые сравнения и обзоры. Как передаются цвета ночью, тоже видите. Сейчас я благополучным образом поменяю все это дело на основную камеру. Потому что сейчас съемка на фронталку. Фронталка здесь не супер, но и не ужасно. Во всяком случае, мне пока нравится. Пока нравится. Ну, опять же, вы же понимаете, что у меня все время отношение к девайсу довольно сильно связано с ценой. То есть здесь адекватный ценник. Ожидание равно реальность. Даже лучше. Realme молодцы. Плюс мне еще и серый аппарат прислали. В отличие от того, который Master Explorer Edition показывал я уже не раз. И обзор на него был, когда ты покупаешь серый, а тебе присылают белый и потом извиняются. Ну, наушники и защитные стекла не решают. Нужен тот цвет, который хочешь. Пример съемки основной камеры. Здесь мы в прошлый раз получали мыло у Realme Explorer Edition. Здесь мыла нет. Никакой дымки, ничего он не ловит. Но стаб, конечно, слегка похуже, наверное, все-таки. Все-таки слегка похуже. Дело в цене, дело в реализации, дело в процессоре, дело во всем, как всегда. Потому что операционка одна и та же, сенсор другой, процессор другой. Вот и получаем чуть-чуть хуже картинку. Тест с переходным освещением. Что это значит? Это значит, что сейчас я иду в темноте в Мурино в 2 часа ночи. Да, не как обычно в 3. И вы сейчас будете наблюдать, как я благополучным образом спускаюсь в пешеходный переход, где освещение будет совсем другое. Пусть оно и лучше, но вот сейчас вы увидите переход. Вот, буду стараться снимать на камеру стабильно, не дергая. Съемка такая, ничего. Стаб отрабатывает. Насколько все печально решать вам. Ну да, конечно, пиксели, засветы, но без роллинг-шатра. Как многие пишут, большинство этих аппаратов уже продается прямо с доставкой из России. То цене, которую они выставляют, конечно, космос, но на сейлах ничего. Кстати, сейчас, вроде бы сейчас, именно сегодня или завтра, он еще идет на Алишке. Но лучше 11.11. То же самое место, кстати, сейчас на основную камеру. И, разумеется, здесь все небо и земля. Разворачиваю камеру к себе. Вот так, если снимать на основную камеру, будет снимать ваш телефон. И вот и есть обстановки. Realme Master Edition, еще раз напоминаю, что не Explorer. И это попытка протестировать его днем. Та же самая локация, тоже Мурина. Единственное, около часа дня, опять же, вы просили на месте попытаться поснимать. Вот я снимаю на месте. После этого меня интересует, как все будет в движении. Почему? Потому что в 99% случаев мы вытаскиваем девайсы, пытаемся снимать либо блоги, либо какие-то движения, либо еще что-то. Во-первых. Во-вторых, при любом раскладе, каким образом отрабатывает стабилизация, это чуть ли не основная характеристика камеры. Почему? Потому что все остальное довольно просто у них. Чего? Матрица, алгоритмы, процессор, все. К чему это все? К тому, что камера, по мне, фронтальная, отрабатывает днем, как и все. Очень похоже на Nord 2, очень похоже, в принципе, на Master Explorer Edition. Те же самые засветы. Тоже нет rolling shutter, в отличие от некоторых Xiaomi-шных девайсов. И претензий особо диких нет, но никогда фронталку от кого угодно я не назову суперской. Выкладывать все это в низком разрешении в какой-нибудь инсту, конечно, хватит. Для чего-то серьезного смотреть потом на экране хотя бы в 32 дюйма, ну, домашний просмотр, да. Ролики нет. Фронталка, все. 4К 30 фпс, та же локация, тоже мурина, но уже день. Попытался остановиться, как вы просили, снимаю с двух рук, увеличиваю x10. Вот такие резкие. x10, мыло. Мыло даже на телефоне, разумеется, на экране монитора, либо телевизора будет еще больше мыла. Как стап работает с двух рук, вы сейчас видите. Как стап будет работать с одной руки, сейчас видите. Вот сейчас с двух, допустим. Окей, с двух можно снимать и никаких претензий к нему, скорее всего, ни у вас, ни у меня не будет. По поводу автофокуса в этих 4К 30 фпс днем, сейчас посмотрим. У меня никаких проблем с этим нет. Напоминаю, что телефон уже глобальная версия. Напоминаю, что фактически это Realme Q3 Pro, который у меня тоже был на тестах. Только чуть-чуть допиленный и оглобаленный. Всем привет, вы на канале Польза Net Live. И здесь я записываю вход на телефон Realme Master Edition. Не Explorer. Не Explorer обзор уже был на канале. Это его, скажем так, дешевая версия. По факту, это тот же самый Q3 Pro. Кто знает, что было у Realme в этом году, или может посмотреть на моем канале на основном обзоре на них. На эти смартфоны смартфон достойный, смартфон хороший, не про лучшую камеру, не про мощный процессор Qualcomm 778, ничего фееричного. Внешний вид мне нравится. Мне нравится их ценовая политика. То есть, то, за сколько они его продают, особенно на распродажах, меня радует. И еще раз, меня зовут Саня, канал Польза Net Live, основной канал Польза Net. На нем будет обзор расширен. Я не цветную картинку вам выставляю, то есть, я никаким образом не использую никаких улучшалок сейчас. И я никаким образом не стараюсь снять максимально хорошо. Как вы видите, не самая лучшая сейчас обстановка для съемок. Уже смеркается 9. У Master Explorer Edition были лучшие намного условия, даже учитывая, что разница в 15 минут. Потому что стало намного темнее. Но, не забываем про то, что здесь максимум 4К 30 фпс, там 4К 60 фпс. Здесь медленнее автофокус. И вообще по камере вопросов к этому аппарату, конечно, больше. С другой стороны, она на свои деньги. Все, что интересно, еще и примеры видео вы увидите на канале. Вот сейчас в этом ролике ролик большой. Короткий ролик будет на канале Польза Net.